Виталий, приветствую тебя! Традиционная на неделе вторая встреча торговой сессии среды. Мы с тобой продолжаем говорить о рыночных событиях, о возможностях фундаментальных и технических, и подкидывать, соответственно, нашим подписчикам, тех, кто следит за нашим совместным творчеством с тобой, аналитическим, подкидывать идеи, которые, друзья, уже от вас зависят. Будете вы их использовать или нет. Ну что, как и говорилось в понедельник, вот, к сожалению, у нас вот график с тобой, что основные события этой недели, они уже после того, как мы с тобой отстреляемся, потому что заседание ОПЕК завтра на уровне министерской встречи и пятничный релиз по Non-Farm Pearls, который должен пролить свет на средние-долгосрочные перспективы доллара. Поэтому сегодня мы в порядке трейдеров, которые, так же, как и любые спекулянты, которые следят за тем, что на рынке происходит, просто пытаемся спрогнозировать, какие изменения могут произойти. Я предлагаю сразу демонстрацию рабочего стола. Индекс доллара сейчас, друзья, на ваших экранах 92, около того мы сейчас общимся. Я думаю, что ситуация не изменится вплоть до выхода пятничных данных по Non-Farm Pearls. В понедельник мы с Виталем еще раз соберемся специально для того, чтобы обсудить, что стоит ждать дальше. Мои прогнозы по Non-Farm Pearls остаются не такими оптимистичными, как есть в среднем сейчас по рынку. Я считаю, что в лучшем случае американская экономика в прошлом месяце создала от 500 до 55 тысяч новых рабочих мест, делая выводы об этом, исходя из последних отчетов по заявкам на пособие по безработице. И, наверное, те из вас, кто все-таки разделяет точно такую же позицию, как и я, в отношении долгосрочных ожиданий по доллару, понимает, что чем хуже выйдут данные, тем выше шансы на то, что ФРС не будет торопиться с изменением денежно-предельной политики, оставит все как есть, не будет переживать за инфляцию и в целом продолжит нам рассказывать о том, как все плохо с рынком труда и почему, пока не будет зафиксирован прогресс на рынке труда, ФРС не позволит себе отказаться от программы количественного смягчения в текущих объемах 120 миллиардов долларов в месяц и низкой процентной ставки. Короче, я долгосрочно настроен «Медведь» по баксу и, в принципе, не меняю свою позицию уже в новых месяцах подряд. Ковкосрочно были рекомендации по риску, в частности, по евро. Я давал сделку зашортить через отложку с отметки 1.19. В принципе, мы сейчас находимся рядом с этим уровнем. Вчера были пониже, лоу составил 1.1776, но, как и ранее, допускают, что снижение может в моменте быть более значительным, например, в поддержке 1.18. Я использовал в качестве аргумента этой идеи то, что сейчас явный перекос на рынке по расстановке сил продавцы и покупателей именно на основании индикаторов рыночных настроений, которые доступны всем компаниям «Маркетс». Я комментировал, что если большинство трейдеров делают ставку на то, что евро будет расти, как это происходит в моменте сейчас, то, возможно, с большой долей вероятности рынок сначала сходит и пониже. Еще один фактор фундаментальный, он связан с ухудшением ситуации с ковидом. Вот уже несколько дней подряд везде, где только можно, обсуждают распространение нового штамма дельта. Если вы не знаете, друзья, то хочу отметить, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прежде всего в Австралии, возможно, даже в Новой Зеландии, надо, кстати, проверить информацию, но в Австралии я точно знаю, в некоторых странах азиатского региона, в целом, в некоторых европейских странах из-за стремительного роста количества заболевших вновь вводятся карантинные ограничения. В Англии, между прочим, которую сейчас называют чуть ли не эпицентром распространения этого штамма, за последние сутки было зафиксировано больше 20 тысяч новых случаев, это максимум за последние 6 месяцев. Будем надеяться, что нам не придется возвращаться к всем вот этим пандемичным рискам, как это было некоторое время назад, потому что хочется уже все-таки больше работать с какими-то привычными фундаментальными трендами и политикой регулятора, которая не зависит от решений, связанных с борьбой с последствиями вот этих ковидных ограничений. Но есть то, что есть. Евро локально под давлением, но, опять же, после выхода пятничных данных «Конон фармберлс» станет, я думаю, что более-менее очевидна, и, возможно, нам придется вернуться к идее того, что все будет зависеть от того, что происходит с долларом. Пока что попробую все-таки еще поддержать как косочный шорт с целью 1.18. Чтобы далеко не отходить от риска, также обращаю ваше внимание, друзья, на то, что сейчас в целом весь риск двигается в одном направлении, разве что исключение американский фондовый рынок, который обновил снова исторический максимум. По фунту, вот, только что прокомментировала ситуацию ковидную, 1.38.27 сейчас в моменте котировки. Предлагаю локально поспекулировать, поторговать волатильностью и поставить на снижение. Через автошку силы лимит с уровня 1.38.75 с стоп-лоссом на отметке 1.39.25 и целью на уровне 1.37.8. Рынок нефти 74.42, здесь также будет новая сделка по бренду buy limit с уровня 74. Снова с целью обновления уже новых максимумов, рекордных уровней с 2018 года, то есть движения выше 75.50, стоп-лоссом на отметке 73.40. Впереди заседание ОПЕК. Вчера прошла техническая встреча, в ходе которой эксперты отметили, что спрос на нефть восстановится на 6 миллионов до конца этого года, однако не дали никаких рекомендаций именно на предстоящую завтрашнюю министерскую встречу о том, что нужно скорректировать уровень нефтедобычи. Конечно же, шансы на то, что уровень нефтедобычи оставят прежним и не поднимут производство на 500 тысяч, не так высоки. Но почему бы и не предположить, что все-таки министры обратят внимание на рекомендации технического комитета и не станут корректировать уровень нефтедобычи. Если так, то рынок воспрянет духом, рынок нефти, я имею в виду, и вновь идет к локальным максимумам. В целом, пока что перспективам спроса угрожают только лишь разговоры о том, что влияние нового штамма Дельта будет серьезным, но я пока что эти разговоры не поддерживаю и рекомендую их немного фильтровать. Все-таки пока что обращают внимание на цифры, факты и статистику в виде данных по запасам. Кстати говоря, сегодня в 17.30 по Москве запас очередной релиз, недельный. Я, как и ранее, считаю, что запас снова снизится, и отчет Американского института нефти, он, кстати, накануне показал то, что запас реально просели. При таком раскладе рынок нефти может получить дополнительную поддержку. И пару слов про американский фондовый рынок. Вообще без откатов летит вверх. S&P и NASDAQ – новый исторический максимум. Вчера вышел релиз по потребительским настроениям, который оказался на максимуме за последний год. Там 127,3, по-моему, показатели. Это классные цифры, которые указывают на то, что потребители готовы тратить деньги на товары и услуги. И полагают, что до пятницы в целом американскому рынку до выхода данных по информперс ничего не угрожает. Поэтому план не остается в приоритете. Виталий, передаю слово тебе. Всем здравствуйте. По поводу двух словах, трех словах. По поводу ковида. Интересные вещи происходят. По поводу двух человек. Они уже произошли. Думаю, многие уже читали. По поводу Билла Гейтса. Многие знают, что он такой был ярый человек, который продвигал вот эти вакцины, что все будет плохо, нужно спасать мир и так далее. Продвигал вот эту всю, скажем, в кавычках вакцинацию и так далее. Ну, слили этого человека. Многие слышали, что он развелся с женой. Возможно, слышали причины, какие он ходил в гости к Эпштейну, господину Эпштейну. Я думаю, кто не знает, кто такой Эпштейн. Это такой покойный уже миллионер США, который занимался, скажем, ну, скажем, как бы, это в прямом эфире сказать, педофилией. Да, он занимался такими вещами. Ее пытались засудить. И к нему в гости многие ходили такие известные люди. И из Британии, и из США. И туда ходил в гости также Билл Гейтс. Занимался этим, и, скажем, эту информацию слили в интернет. К чему я это веду? Что идет борьба на сегодня с, скажем, с этими, с этой темной стороной, которая продвигает коронавирус и борьбу с коронавирусом. Это первый человек. И второй человек, которого слили, кроме Билла Гейтса. Ну, раньше Биллу Гейтсу доверяли, да, сейчас как бы не очень доверяют после вот этих всех событий. Потому что репутация подмочили очень сильно. Второй момент такой есть человек. Это доктор Фаучи в США. Такой достаточно известный, который продвигал вот этот весь коронавирус. Его тоже слили достаточно сильно. Есть такой закон США, доступ об открытой информации. И этот доктор Фаучи, как мы знаем, достаточно продвигал вот эту всю коронавирусную штуку. И в переписке в почте рабочую, он, скажем, достаточно такую информацию открытую писал. И вот эту информацию слили в интернет. Двум, ну, скажем, как бы не слили, по запросу двух изданий в США об открытой информации. Им предоставили данную информацию по поводу того, что доктор Фаучи финансировал вот эту лабораторию, которая находится в Ухане. То есть это достаточно интересная информация, что он финансировал, и, ну, многое стало ясным. Это первое. Ну, второе. Как идет на сегодня борьба с коронавирусом? Будет, скажем, интересно, когда пойдут сливать какие-то списки по поводу того, кто не только, скажем, открыл этот ящик Пандоры, а кто и занимался раскручиванием этого терроризма, скажем, против населения, потому что кто вот это все понимает, как это все прокручат по телевидению, рассказывают, как люди там падают в Китае, падали на ходу, да. Поэтому вот это к слову о ковиду в двух словах. Поэтому достаточно будет интересно наблюдать, как дальше будет это все происходить. По поводу рынков, напомню, я пока ярый сторонник роста индекса доллара. Как мы видим, индекс доллара еще весь июнь показывает хороший рост, и под конец июня тоже продолжает показывать рост. Я советовал в понедельник покупать индекс доллара. Цели пока не выполнены, среднесрочные, да, чуть-чуть подросли. Будем ли мы дальше с текущих или с каких-то коррекций, время покажет. Кто не купил индекс доллара в понедельник по ценам ниже, как вариант можно купить с текущих, да, но стоп-лосс уже нужно поставить побольше, потому что, как вариант, можно поставить короткий стоп-лосс, но еще может быть какая-то коррекция по индексу доллара вниз, как вариант. Поэтому стоп-лосс нужно побольше ставить, да, ниже 91. Рост, как уже сказал, ну, локальный мы практически выполнили, там 92, чуть-чуть не добили. Возможно, до конца недели будем добивать, там, на фармах. Такие дальние цели – это 93,5 и дальше выше. Конечно, не исключаю тот вариант, о котором ты говоришь по поводу ослабления индекса доллара. Все возможно, возможно, это идет коррекция, как вариант. Будем наблюдать, если какая-то ситуация будет как-то меняться кардинально, то буду свое мнение менять по данному инструменту. Евро-доллар аналогично, мы с тобой стоим в одну сторону, это на снижение евро-доллара. Здесь, как вариант, мы можем сильно падать. Пока минимумы вот эти не добили на этой неделе. Возможно, еще есть время до пятницы добить 18,50. Такие более дальние цели – это 1,17 по евро-доллару. Кто не шортил по тем ценам, которые я говорил, понедельник – 19,40, возможно ли в текущих пробовать дальше шортить. У нас сейчас цена 1,19, возможно, но тоже стоп-лосс нужно большой ставить. Почему? Потому что мы можем как с текущих падать, так через какую-то глубокую коррекцию, где-то в район 19,50 и дальше вниз. И нужно не исключать вариант какого-то сильного роста, вплоть до 1,20 и дальше какое-то снижение. Поэтому нужно быть готовым, обязательно соблюдать риски. Дальше по поводу нефти. Ну, ты стоишь в покупочках, у меня такое ощущение, что, как я уже ранее говорил, здесь возможно снижение. На прошлой неделе я пытался заходить в шорт, не получилось. Обновили хаи с текущих. Вот в понедельник получился небольшой такой импульс, вчера коррекция, и мы можем дальше падать, как вариант, обновлять вчерашний минимум по бренд, это 73,30 и дальше падать в район 72, это как вариант. Нужно падать в текущих. То есть, как вариант, я рассматриваю шорт 74,40 со стоп-лоссом в районе 75,50. Дальше по S&P. Пока никакой модели на шорт нету, есть дивергенции, я говорил, но пока дивергенция вот даже на часовиках, она еще сохраняется, на дневках тоже, ну, новый максимум показываем. Ну, еще я давал рекомендацию в понедельник, это на шорт доллар-иена, где-то с отметки 110,70 плюс-минус, чуть-чуть отпадали. Есть вариант еще дальше дальнейшего снижения. Ну, посмотрим, пока остановились на поддержке в районе 110,50. Кто шортил, возможно, там подсекратить стоп-лосс или без убыток поставить. В зависимости, кто где шортил, если повыше получилось, то можно без убыток. Если где-то по тем ценам, которым я давал, ну, это были там достаточно низко, без убыток, как вариант, можно поставить, но его могут зацепить. И стоп-лосс желательно по минимуму сдвинуть, потому что здесь тренд, могут дальше и уйти наверх. Ну, и пока все. То есть остаемся на росте доллара по всем активам. В принципе, как я и говорил, понедельник еще с прошлой недели, там индекс доллара, евро-доллар, или там кто желает торговать в другие пары, там австралийский доллар, новозеландский, канадский, фунт-доллар. Все аналогично, все зеркально, индекс доллара, все идет четко с данным инструментом. Ну, кроме доллара-иена, у нее есть, как мы знаем, свои особенности. Иногда движение против рынка. Ну, и шорт нефти возможен, достаточно рискованный. Золото, как и все инструменты, достаточно имеют большие шансы дальше падать. Как вариант, мы будем обновлять минимумы, которые были поставлены в марте текущего года. Будем ли мы это делать в текущих, или еще через какие-то коррекции время покажет. Но пока каких-то лонгов я не вижу, возможно, еще после нон-фарма что-то нарисуем. Вариант вот так. Пока все. Спасибо тебе за комментарии и в целом за то, как ты осветил ситуацию с ковидом. Все реально так, все интересно. Самые настоящие скандалы, интриги, расследования, информации очень много. Кому дополнительно интересно, как, ну и друзья, занимайтесь этим. Обязательно пишите там ваши мысли в комментариях. Я думаю, что в целом всем будет интересно обсудить совместно в рамках трейдерского сообщества. Мы тоже, как наблюдатели за всем этим, продолжаем следить. Будет что-то интересное, обязательно расскажем. Еще раз напоминаю, что основные фундаментальные события этой недели еще впереди. Заседание ОПЕК, фактически завтра, и нон-фарм перлос в пятницу. На рынках будет жарко, следите за рисками, за контролем, в принципе, плечи и так далее. Мы с Виталием вернемся к обсуждению перспектив рынка уже в понедельник по горячим следам после всего того, что случится. Виталий, тебе профит, прибыльного закрытия недели и хороших выходных. Все, пока, удачи, спасибо. Пока.